Всем привет! Макс, вот видите, чем занят? Постирали этот новогодний носок и на нем вот такие вот катушки, видите? Максу дала задание. А у меня сегодня день уборки, хочу прибраться дома. Вчера очень большие были перепады с электричеством, был сильный ветер и у нас постоянно мигало. Все вокруг я хотела убраться, но не убралась, потому что не стала тревожить котел, лишний раз его включать. А сейчас хочу все помыть, пока только перегладила белье. В общем, буду домашними делами заниматься. Да, видите, он весь был белый в этих катушках, потому что я его постирала, знаете, с чем? Это вот я делала вот так вот. Я его постирала, да, вот так вот это все было со полотенцем и свалялось вот это все. В общем, помогает мне. О, у Макса. Где-то час сидел. Какая красота! Чистил он этот носок. Ну, коже, ком. Какой вообще ком. А у нас мини-перестановочка. Вот так вот мы поставили. Ну, раньше там стоял стол. Это обеденная зона у нас, Деркер. Сюда поставила такой журнальный столик. Ну, его можно будет в дивану поставить. Вот. Так что это, ну, выкидывай. Ребята, всем еще раз привет. У нас уже воскресенье. Я все эти дни не снимала ничего. И у меня Макс с четверга не ходит в школу, потому что у него глаз болит, у него конъюнктивит. И мы сидели дома эти дни. Что мы делали? Мы ничего не делали. Мы на танцы даже не ходили. Каба не заражает других детей. Завтра мы тоже день отсидимся. Я еще понаблюдаю. Посмотрю, как он будет ко вторнику себя чувствовать. Не знаю. Если мы во вторник не пойдем, то, возможно, мне придется уже брать справку тогда. Я не хочу его по поликлиникам сейчас таскать, потому что очень много болеют людей. В общем, а мы, знаете, два дня. Пятницу, субботу и вчера... А, нет, субботу и воскресенье. И пятницу, да, получается. Мы смотрели мультики диснеевские еще того времени, когда они только-только начали выходить у нас в России, которые смотрела я раньше. Еще, знаете, как кассеты такие были? Видеомагнитофон и кассеты обычные. И вот эти диснеевские мультики мы смотрели два дня. Вчера мы посмотрели два мультика. Это последний были. Это Аладдин и Король Лев, первая часть. Так, в общем, и все, что я помнила со своего еще детства, мы включали. Просто в интернете вбивали название и смотрели. Вот, там всякие Русалочку, Золушку диснеевские, Красавицы-чудовище. Потом какие мы все-все попадают в Рай, Робин Гуда. Давай я прочитаю какие. Да, он себе тут выписал, какие он посмотрел мультики. Он даже, некоторые вообще даже не знал, что такие есть. Спящую красавицу, Белоснежка и Семь гномов. Нет, я знаю только... 101 Далматиня с две части. Потом... Золушка, Красавица и Чудовище, Спящая красавица. Салочка, Семь гномов, Аладдин и Король Лев, мой любимый. Да, и мы еще не посмотрели Дюймовочку. Вот, но уже... И этот еще. Уже немножечко это... Решили отдохнуть, да. Глаз у него еще болит. Так что, ребята, не теряйте нас. Сегодня я целый день готовила. Тушила картошечку там с курочкой. Что-то я еще борщик приготовила. Ну, в общем, готовила-готовила. И... В общем, домашними такими мы делами занимаемся. Я даже не крашусь эти дни, отдыхаю. Потому что я дома никуда не выхожу вообще. Вот. Приходила в себя сама. Немножечко поправилась. У меня прошел этот кашель. Слава богу. Вот. Ну, Макс, вот сейчас как бы лечимся. Что вам еще сказать? В общем, не теряйте нас. Такой вот у нас блок какой-то получается. Ничего-ничего не делаем. Вот такие дела. Погода, кстати, у нас второй день. Льет дождь. До этого... Да, до этого у нас был очень сильный ветер. Как раз я его в тот день и не повела в школу. Это был четверг. Ужасный был ветер. И хорошо, что не повела, потому что у него начинал уже глаз болеть. Вот. Такие вот дела. Ужасный был ветер. Второй день минуты игры. Кошелком. Оно вокруг вот так я вот так делала, 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 а она это вокруг. Здесь еще у нас нос болючий. Нос, говорю, болючий еще в лавке. Болит. А мы завтракаем, поели. Гренки съел, Максим. Вот такие вот эти слоеные булочки. Я доедаю шоколадку. Пью кофе. Начала заниматься с этими домашними джелами. вытащила из этого, короче, меня находят порой. Взяла ведерко. Хочу сейчас набрать водички. А, в принципе, на кухне можно. И, смотрите, что я устроила. Всю посуду я выставляла. Вот там вот по улочкам, все хочу попротирать. И, у меня хорошо выдвигается этот грант. Сейчас наберу бруду. Сейчас наберу водички, добавлю чуть-чуть поря. И попротираю в шкафчиках. Разберу посуду. Если честно, меня уже раздражает моя посуда. Ей уже, наверное, сейчас скажу. Сейчас я посчитаю. Здесь мы живем 8 лет. На квартире в Москве мы прожили 7 лет. Короче говоря, 15 лет этой посуде нам подарили. Это немецкая посуда. Ну, не сковородки. Сковородок нет. Сковородки мы уже там тысячу раз, наверное, поменяли. Вот. А вот именно кастрюльки, там, ковшечек. Вот это меня уже раздражает. Она хорошая. Но, блин, надоело. Хочу что-то новенькое. Но пока возможности, знаете, ребята, нет. У меня от ничего. И приходится пользоваться тем, что я сейчас поставила. Буду протирать полки. Я периодически это делаю внутри. И знаете, что? Вот это вот ДСП-шка. То, что кухня. У меня ерзают эти кастрюльки по полке. Да, и оставляют вот эти вот следы, отпечатки темные, знаете. И они уже их никак не вывезти отсюда. Ну, то есть... Короче, вы, наверное, понимаете, что я говорю вообще. Смотрите, полка чистая. А вот такие вот черные, темные пятна. Ну, вот, ерзает. Вот сковородка, кастрюля ставишь. И, в общем, вот такие вот отпечатки. Сейчас хочу все перемыть и загрузить всю посуду. Интересно вообще такие влоги мои. Домашние. Кошмар. Короче, где-то что-то липкое, где-то что-то... Короче, приходится оттирать. Ну, знаете, вот водичку такую всегда навожу. Вот когда кухню всю-всю мою, там наверх залезаю. Я всегда ферри. Добавляю две капельки. И вот этой водичкой мы все протираем тряпочкой. Вот. Макс сейчас, наверное, за уроки сядет, да, Максим? Потому что мы их не делали. Так видно, мои, наверное, вот так половина головы, да? Все, одна полка чистенькая. Сейчас еще с той полки нижней вытащу. Заодно эти дверцы вытирают. Короче, иногда бывает у меня находит. Всю кухню сегодня не буду мыть, потому что все чистенько. А вот, друзья, в кастрюльке. Хочу полонить. Так. Сейчас буду расставлять. Представляете, ребята, я покупала себе терку вот такую вот. Смотрите, нашла новая. Она абсолютно новая. Я про нее забыла. Я думала, я ее кому-то уже отдала. Потому что я что-то один раз, наверное, пробовала. Мне что-то не понравилось. Или я к ней не приноровилась. В общем, ребята, надо попробовать еще раз. Короче, смотрите, там всякие эти... Разные насадочки есть. Я помню, она не дешевая была, я ее покупала. Разные такие вот есть. В общем, надо пробовать. Надо еще раз. Пробовать. И такая штука там, в которую, вы знаете... Давай, я захожу в ванну, а там, знаешь, что? Что? Все розовое. О, Господи. Ребята, кто меня смотрит, помните, я пересаживала вот этот вот цветочек? И вот смотрите, что я обнаружила. Ой. Вот. Видите? Он зацвел. Там будут цветы беленькие, как мне нравится. Интересно. И вот этот у меня. Я его обрезала. Вот этот вот цветочек. И вот они тоже бутончики. Короче, у меня на подоконнике весна. Так. Сухие. И сюда. И тут я тоже этот... Скажите, как она называется? Все время забываю. Герань. Я ее обрезала, потому что она была очень большая, высокая. И у меня первые цветочки появились свеженькие. Этот у меня уже отцвел. Надо обрезать вот это вот сухие все. Как лилии. Так что, ребята, у меня на подоконнике весна. И сегодня солнышко. Такой вот у меня какой-то домашний, придомашний влог получился. И на этом, ребята, улечки, всем пока-пока. Пока-пока.